Всем привет! Сегодня еще одно видео из серии нож для боя и я хочу показать нож который выдается в боевых частях израильской армии вот этот нож в ножнах очень похож на кабар ножны обычные кожаные сразу скажу, что ножи эти в отличие от остальной части экипировки очень старые я бы дал этому ножу лет 30-40, наверное просто их очень редко используют и очень мало тренировок проходит в плане использования ножа в реально боевых целях и он выдается всем но используется практически всегда не по своему прямому назначению а в основном только ради каких-то хозяйственных нужд но в любом случае вот этот нож вот такой нож выдается в израильских спецподразделениях или в боевых частях в некоторых боевых частях он выдается только командиру в спецаназе он практически всегда выдается всему составу всему отряду или взводу значит нож очень похож на кабар как я уже сказал но это не кабар на ноже практически никаких отметин никаких обозначений что за фирма что за сталь практически ничего я смог рассмотреть здесь у основания клинка написано джапан то есть видимо сделаны ножи в Японии но что это за заказы что что это за ножи кто их делал каким тиражом совершенно неизвестно длина клинка 17,5 см длина рукояти 14,5 см толщина по обуху 3 мм не очень толстый нож как как штык от Калашникова и этот нож уже позволяет очень хорошо работать в плане в плане ножевого боя это не какой-то супер навороченный нож он конечно же сделан естественно больше как какое-то универсальное орудие чтобы подошло людям с любой ладонью и для и для множества целей но нож довольно таки неплох он очень крепкий несмотря на то что в обухе он всего лишь 3 мм я никогда не видел чтобы эти ножи ломались даже при очень сильных нагрузках конструкция ножа это полная конструкция пятак линка вот здесь вот расклепывается на конце рукояти для того чтобы нож очень плотно сидел иногда эти ножи разбалтываются и тогда здесь просто расклепывается еще и нож укрепляется чтобы гарда не не болталась рукоять кожаная из прессованной кожи круглая проходит подходит как я уже сказал практически под любую руку ложится очень хорошо обычным прямым хватом фехтовальным хватом неудобно из-за гарды но здесь как и на кабаре на рукояти есть вот такие спиленные места что позволяет держать большой палец сбоку в виде полуфехтовального хвата то есть нам более позволяет изгибать кисть и увеличивать расстояние поражения ножом окей нож в спуске от середины здесь вот имеется ложная заточка которую я заточил уже сам она очень острая обычно она не не заточена то есть она присутствует фальш-лезвие но она не заточена и этим ножом при надобности его длина позволяет очень хорошо работать я имею ввиду удары бить колоть дистанция увеличивается во много раз я вообще считаю что от 17 сантиметров и выше это примерно должен быть боевой нож 15 сантиметров немножко не хватает так я уже сказал со штыком а здесь очень хорошо все резы чувствуется нож в руке очень-очень плотно баланс ножа идет немножко в сторону клинка в отличие от штыка калашникова где баланс был в ручку и здесь очень-очень органично нож сидит в руке позволяет им очень хорошо работать если его хорошо заточить то нож очень-очень хорош для ножевого боя и для реально для войны то есть эти ножи используются на войне у каждого серьезного бойца есть на себе нож обычно он вешается здесь или на поясе кто как хочет ножны позволяют делать это в любом виде то есть или на жилет вот так или сбоку сбоку немножко мешается я предпочитал носить вот тут вот такой вот нож дают в израильской армии я особо не хочу вдаваться в подробности потому что этот нож очень-очень редкий и далеко не у каждого есть возможность иметь такой нож поэтому особо обсуждать его нет смысла то есть как им работать и все остальное единственное что я забыл обратный хват очень удобный рукоять как я уже сказал она одинаковая бочковидная такая рукоять которую что обратным хватом что обычным прямым держать одинаково удобно очень удобно работать этим ножом вот такой вот нож много ностальгических воспоминаний о нем хотел просто его показать и вообще я планирую расширить эту серию видео нож для боя и складными ножами и нескладными которые будут попадать мне в руки и я я вдруг увижу что этот нож подходит для ножевого боя или наоборот многие считают что этот нож да подходит а я считаю что он не подходит я буду обсуждать это именно в видео этой серии нож для боя все сегодня мы посмотрели на вот такой вот израильский нож для боя нож уже был отполирован мной вообще-то он был окисленный когда я его получил разболтанный пришлось приводить его в порядок но нож очень-очень хороший намного лучше покемовского штыка все всем спасибо бай